еще раз снять то что там прервалась это полина не хотела гаджетами пользоваться рисовать ей нравилось только руками свое пение она там внутри себя держала а вот сейчас смотрим человек через пару месяцев выдает загрузки по моему я еще не видела чтобы люди озвучивали тут же этот язык света вот так вот видео рядом давали перетекающим один в другой просто как загрузку трансмиссию энергии но если кому то интересно как я вижу мир очень похоже только не только вот этими световыми но еще и собранными вместе мандалами все друг на друга слоями накладывается и геометрии такой заземляющих квадратный ну как кала чакра круги квадраты но это было классно еще раз есть и 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 еще раз сейчас можно глазами собирать эту информацию и чувствовать как этот виза визуальный ряд входит в поле и в тело в каждую клетку можно наблюдать и где он ходит куда принимается энергия где она сейчас нужно а теперь можно закрыть глаза можно еще раз просмотреть это потом закрыть глаза и закрытыми глазами теперь словить звуковую загрузку можешь сама сказать могу я объяснить как это делается человек в потоке он не знает что он будет произносить он в потоке просто видя картинку или чувствуя энергию переводит ее в звук называется ченнелинг человек канал какую вибрацию видит просто другим органам чувств ее передает тут не органам чувств другим аппаратом можно через руку это передавать можно голосом можно как угодно я делаю как и полина и одновременно и тем и другим и третьим но можно сейчас фокусироваться на именно на слухи на восприятие на себе волне на себе звуки дыхания на если есть резонанс конечно на себе потоки звучания вибрации там какой-то там вы какой-то поток и если есть резонанс закрыв глаза сфокусировавшись на себе звуки встретить волну этих звуков как они записываются полина может рассказать и там многократно наложение звуков она смотрит и что-то в потоке идет потому что даже когда просишь что был там один момент когда я вдруг сказала что мне бы какого-то другого звука тут хватило но не хватило и получила жесткий отпор человеку который в потоке делать сказать что так было они как-то по-другому и у нас творцы под заказ не работают не нравится звук иди дожужи себе сама там слой вот поэтому если есть резонанс можно сейчас закрыть глаза и теперь принять эту же загрузку энергии если она нравится или чем-то родственной или не понимаю почему но почему-то продолжаю слушать сейчас то что она говорит теперь закрытыми глазами поехали а 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 У каждого из нас есть свое звучание. У нас есть звездные семьи, помним мы о них или нет. Мастера помнят, а остальные могут считать это какими-то сказками. Походу, каждый из нас вот так же звучит многомерно, разными своими реальностями. И вот этой нашей звездной ДНК в том числе. Мы здесь на планете Земля продукт симбиоза земного тела животного царства и звездных рас. И в нас внутри в разных пропорциях все это существует. И мы это кто-то помнит, кто-то нет. Вот вы сейчас соприкоснулись с миром человека, с его внутренним звучанием. Это ее мир, ее космос. Но так как люди притягиваются по резонансу, притягиваются обычно теми семьями, которыми идут через все воплощения игры, так как вы почему-то до сих пор это слушаете. Это где-то и ваша семья, и ваши резонансы, и ваше ДНК, и ваши коды. А еще очень важно. Человек открыл рот. Такой человек с почти справкой аутиста. Полина, извини, я расскажу сейчас одну историю, которая меня очень впечатлила. Мама Полины пришла, говорит, Полиночка сегодня на море подружилась с одной девочкой. А Полиночка у нас вообще ни с кем не разговаривала. Взрослая девочка была лет 10. Подружилась с одной девочкой. Говорю, да, и там, как, о чем? Говорит, они целый день сидели на море в двух метрах друг от друга и смотрели друг на друга. Дружба глазами у нас была. Мы рты не открывали вообще. Мы не могли открыть рот. Сейчас человек открыл рот. В начале этого пути, в начале войны, из нее надо было топором добывать слова или пиньками. Она мычала. Можно посмотреть в Ютубе плейлисты с ее первыми рисунками. Там было просто мычание и мое щебетание. А там было глазами, еще чем-то. Она пряталась, ее нельзя было показывать. И рисунки даже нельзя было показывать в начале. И вот сейчас человек поет свои миры, свой космос, свои галактики. И загружает других людей, повышая их вибрации. Круто, да? И это может каждый стать мастером. Надо делать еще два предпоследних снятия. Ну, показывай. Или ты уже снимала? Вот это вот. Тамаша. Дальше. Дальше. вообще-то вот тут вот центре анахаты я глаз вижу раз но он там пульсирует как глаз а во второе во вторых помимо вот этих разных сердцебиений и пульсаций лично я там слышала пару раз мария в разных интерпретациях она себя называет именно мария но это я маша могу сказать может это и раздражает но у меня найдет как маша очень часто она себя называет мария и вот эта мария в разных тональностях звучала здесь то есть это звуковая подпись у кого код человека который часто наше имя говорит о нас но по соответствует нам в крайней мере родители часто слышат это имя даже не понимают почему но называют так ребятка потому что ребенок транслирует свой звуковой код и часть на лиц а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok